Всем привет! Данный выпуск будет посвящен только шейдерам. Шейдеры, шейдеры и только шейдеры. Мы с вами посмотрим, что это такое, как это работает и как это меняет графику. Я надеюсь, в лучшую сторону. Но для начала, что такое шейдер? Это программа, используемая в трехмерной графике для определения окончательных параметров объекта или изображения. То есть, программа определяет, какой у объекта будет свет, отражение, потом тень. Например, если мы будем использовать шейдеры, может прибавиться, чтобы листва двигалось. И так далее. Шейдеры начинались, по-моему, с квейка. Там была вода, и там уже начинали использовать шейдеры. Какая красивая шахта. Я специально встал в это место, чтобы сразу было видно, во-первых, деревья, во-вторых, воду. Ну и, в-третьих, весь остальной план. Сначала я вам покажу на обычном текстур паке, да? А потом, ну, может быть, покажу в перемешку на крутом текстур паке и на более-менее таком простеньком, ну, красивом. Ну, поехали. Вот теперь, вот сейчас, да, на данный момент у нас шейдеры не включены. Давайте мы сейчас включим их. Этот мы пропустим. Начнем мы с этого. Кстати, все ссылки на шейдеры будут в описании этого видео. Сейчас ждем, пока прогрузится. Ну, вы уже видите наглядно разницу, да? Во-первых, ну, само собой, шейдеры, они нагружают видеокарту. Это без этого никак. То есть, если у вас тормозит игра, то шейдерами она будет тормозить еще сильнее. Вот вы видите, как все красиво стало выглядеть, да? То есть, во-первых, добавилась анимация к деревьям. Видите, листва все двигаются. Все немножко лагает, потому что карта прогружается, а потом будет лучше. Мы видим, да, что как красиво стала выглядеть водичка. Вот, прогружается, прогружается хорошо. То есть, шейдер, он также добавляет свет, я уже говорил. Вот, видите, да, отражение, солнце светит, лучи солнечные. Движение, очень красиво. Это у нас первый шейдер. Давайте глянем, что вам покажут остальные шейдеры. Потом идет Ruda Blaze. Но он более-менее полегче шейдер. Он мне нравится, довольно хороший шейдер. То есть, вот с тем шейдером, который был до этого, у меня FPS упал до 2, до 5. Ну, это при том, что я еще записываю, поэтому, видите, FPS тоже отнимается. То есть, теперь у меня FPS 20 и больше. То есть, вы чувствуете, с прошлым шейдером было 2,5 FPS, с этим уже плюс 20. Опять же, если у вас, смотрите, хотя в ролике кажется все то же самое, да? Ну, вот, разница все же есть в скорости работы. Так что, если у вас тот шейдер тормозит, или у вас компьютер слабый, то вот. Один из самых лучших шейдеров. Я вам рекомендую. Че это такое? Че это такое? Так, вот на нас змея напала. Меня чуть не убило. Вот очень красивый шейдер. Также движение листвы есть. 20 FPS. Это еще при том, что я снимаю, да? Красиво выглядит мода. Это при том, что у нас еще стандартный текстур пак. Не забывайте. Хорошо, смотрим дальше. Шейдеры. Потом, а, Zeus. Это у нас Sonic, но он называется здесь Zeus. То есть, там 4 вида шейдеров. Стандартные. Там Ultra. Ultra плюс это. И есть самый супер-пупер Ultra. Ну, очень красиво. Кстати, тоже 20 FPS. Это хорошо. Безусловно, хорошо. Очень красиво. Согласитесь, да? Видите, что отражение. Просто конфетка. Мне кажется, что это безусловно лучше, чем первый вариант. И получше, чем второй вариант. Хотя второй вариант, он чуть полегче, мне кажется, все равно. Но это такое более естественное. Очень красиво. Посмотрите. Ох, просто пальчики оближешь. Хорошо, смотрим дальше. Этот же разработчик только на Ultra. Но сейчас FPS упадет по-любому. FPS уже упал. У меня сейчас 3 FPS. Тем более, видите, надо дождать, пока все прогрузится. Вот такой вот у нас шейдер. Давайте подождем. Сейчас у нас пройдет прогрузка. Отличия. Сразу скажу, что минимальные. Может, побольше света прибавили. Но минус 20 FPS, поверьте, это не стоит того. Ну, видите, все просто висит. Хотя отличий я почти не вижу. Ладно, пойдемте дальше. Другой попробуем шейдер. Так, сейчас я сделаю, чтобы не было лагов. Давайте уберем. Это еще Ultra. А есть у него, у этого разработчика есть Super Ultra. Там это вообще жесть. Все. Так, что у нас есть еще? Есть наркоманский шейдер. Нажимаем сюда вот. Вы можете подумать. Вася, у тебя сломалась видеокарта. Переустанови Windows. Нет, господа. Это такой шейдер. И разработчик... Эти все шейдеры я брал у американских разработчиков. Он выкладывал видео, да, обзор. И у него точно такая же фигня. Я не знаю, зачем это такое сделали. Но такой шейдер. Если вам нужна наркомания, то вот она. Такая вот красота. Вы видите, что происходит с нашей картой. Движется. Ну, это забавно. Особенно, если вы сядете, например, в вагонетку. Поедете на быстрой скорости в вагонетке. И вся карта у вас будет такая. Смотрите. Вы видите, да, что творится слева. У-у-у-у. Ну, это, конечно, больше приколов. Наркоманский прикол. Так, ладно, идем дальше. Есть такой самый легкий шейдер. Наверное, самый легкий из всех. Вот, вейвинг. То есть, волна. Что же делает этот шейдер? Единственное предназначение. Добавляет волны к листве. Вы видите, да? То есть, начинают двигаться наши листва потихонечку. И начинают двигаться деревья. Все. Больше ничего не делает. С этим шейдером у меня 100 фпс. Вы понимаете? 100. То есть, если у вас слабая машина, но вы хотите хоть немножечко поиспользовать шейдеры, да? Оптимальный вариант. То есть, добавляя движение листвы, хоть немножко будет веселее с этим. Я так полагаю. Все. Я вам показал такие, знаете, самые популярные шейдеры. Остальные, в принципе, отличаются по минимуму. Вот, если мы без шейдеров, у меня сейчас 200 фпс. Вот, 180-200 фпс. Потом, если мы используем просто волны, там уже под 100 фпс. Сейчас, подождите. Нет, не 100. 140-150 фпс, 160, да. А вот этот, один из моих тоже любимых шейдеров. Вы видите, здесь уже 30-20 фпс. 25-30. То есть, уже, в принципе, лаги есть. Но, опять же, не забывайте, что я сейчас снимаю видео. Но, конечно же, разница есть. Давайте теперь глянем, например, не этот шейдер, а от Zev Standard, у которого тоже 25 фпс. Но мы глянем его с другой текстурой. С текстур пак поменяем. Настройки пак... Так, пакеты. Мы поставим, сначала, такой сильный пак. Я надеюсь, что у меня компьютер не сдохнет. Потом поставим мой любимый. Выживана к реальности. Вот вы видите. Хотя я такие паки не люблю. Я считаю, что игра должна быть игрой, а не реальной. Вот вы видите, такая тень красивая. Настоящая тень, как все должно быть. Ну вот. Посмотрите, красиво. Безусона, конечно же, это уже не сравнись с старым Майнкрафтом. Это абсолютно две разные игры. Посмотрите, овечки. Ой, какая красота. Очень красиво. Ладно, уговорили. Давайте мы сейчас еще один глянем сильный текстур пак. Например, вот этот. И потом глянем мой любимый текстур пак. Вот. Вот тоже, видите, неплохой такой текстур пак. Листва. Но опять же, на любителя. Я не любитель текстур паков таких вот, которые действительно я уже говорил. Смотрите, красиво, да? Я считаю, очень красиво. Вот это называется шейдеры. Это шейдер. Давайте мы сейчас выключим. Вот. Почуйте разницу. Офигенная разница, да? То есть, грубо говоря, он добавляет... Или этот шейдер включим. Видите, яркость, да, отражение. И добавляет огромный спад FPS. Вот такие вот пироги. Теперь мы сделаем вот так. Поставим шейдер Zephs. И поставим вот такой вот текстур пак. Мой самый любимый. Так, давайте уберем. То есть, это минимум текстур пак, но при этом он выглядит довольно красиво. На глаз. Вот. Вот как-то так он выглядит. Все минимально. Но все равно красиво. Ну вот все. В принципе, я вам показал, что такое шейдер. Рассказал, для чего они... Правильно говорится? Шейдер. Шейдер. Безусловно, полезная вещь. Но если у вас слабый компьютер, то это не стоит того. А я думаю, что любой компьютер можно хорошо нагрузить с помощью этой игры. То есть, здесь, в принципе, бесконечно можно нагружать. Там, прорисовку ставить и так далее. Чтобы любой компьютер затормозил. Очень красиво. Смотрите, какая красота. Все. Всем спасибо за просмотр. Кстати, если вы не знаете, как устанавливать шейдеры. Я надеюсь, что это все знают. Но если вы не знаете и вам нужна помощь, то пишите под этим видео в комментарии. Я сниму, мне не сложно, я сниму, как устанавливать шейдеры. Все досконально расскажу. Все, у нас уже вечер наступает. И садится солнце. Вверху вот эти вот облаки, их можно убрать. Это не проблема. Тогда у нас останутся только вот такие облаки. И все. Тем более, видите, я специально оставил, чтобы вы сравнили. Это вот Майнкрафт облаки, да, стандартные. Это вот. Чуете, да, разницу? Ну все, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии и отзывы.